Дверь с ноги, как говорится, кроит вещает, это уже 73 серия пути кроита на Воронеж сервере Блокраши. Говорю нашей семье, ну что, забираем слот? Конечно, да, у нас же топ-2 в рейтинге семей, и до слёта остаётся буквально минута. Собираем быстренько сходочку замов, просто игроков, всё время выплаты, сезон закончился, репа обнулилась. Но в объявлениях самое кайфовое, вы заняли второе место, награды ждут в слэш-ревард. Давно мы не занимали топы, по-настоящему возродил семью, сразу активным замчиком выдаю разрешение на бабки. Теперь вопрос, что добавляем на новый слот? Автопарк мой личный большой, можно прямо из него что-то выбрать. Пробежался быстренько по авторынку, ничего интересного не нашёл, ну ночной же. Поэтому решил взять один из коллекций пазиков, сразу поставил блатные номера и х-стройки. Это фуловый монстр-трак на гидравлике, спорте, в общем хорошая машинка. Паркану его возле дома, отгружаем в семейный автопарк и будет этот пазик на четвёртом ранге для замов. Кстати, к нам домой почему-то пришёл владелец семьи Сайенсов. Мне главный зам просто сказал, что он продаст свою семью и перейдёт к нам. И вдобавок сегодня пришло время менять название семьи. Кефтемы, конечно, легендарны с самого открытия сервера, но я захожу в донат, изменить название семьи, покупаем. Для цветного кода нужна приложуха TextPand, я её про неё рассказывал. В общем, заходим обратно в игру, вводим слово код и оно заменяется на символы, но без фигурных скобочек. Эмм, стоп, раньше работало, а сейчас даже так скобочки в игру не вставляются. Вышел с донат-меню, а Дэн уже успел снять моего главного зама. Ну это трэш, конечно, я снимаю Дэна и ставлю Эмиля обратно. Решил всё-таки зайти с айфона, сори за суперговнокартинку. Не знаю почему, здесь работает всё прекрасно, фигурные скобочки ставятся, я вписал сюда цветной код голубой и ставим слово Капсом Чиназес. Всё, я переименовал семью. Картинка видео шакал, но вот на скрине лучше видно, поменял название и за это название вы проголосовали в моём телеграм-канале. Кстати, ссылка на моё телегу в комментариях. Также непорядок с настройкой рангов, у первого и второго нет своего цвета, поэтому я всё меняю. Зашёл с планшета, зацените результат, и чат семьи у нас сливается со цветом админ чата. Я пишу в чат розовым цветом, а замы теперь пишут красным. Прямо сейчас наши уже скатали семейный конк, ящики закончились, а в чате видим, что привезли тачку с ящиками. То есть новый сезон мы будем усиленно катать под новым названием, и как видите, в рейтинге мы уже топ-1 сейчас. Следующий вопрос, какие тачки ставить на центральных больницах? Просто первый день каптов прошёл, и капторы жалуются, что им не на чем ехать из больницы. Я вот взял руль гелика сверху списка, и до чего было моё удивление, что даже на нём уже 100 тысяч пробега. Данный гелик будет запаркован на ARCB, команда Slash Park готова. Вторую машинку для ЦБ выбрал синюю акулу, залетел уже в Владкаринскую больницу, и кто-то мне говорил, что сразу после ларька заканчивается зелёная зона, но я что-то этого не замечаю, поэтому как в старое доброе паркую вот здесь, как заканчивалась зелёная зона. Следом я забираю Урус, тоже сверху списка, в нём 114 тысяч бега и нет бензина. Хорошо, у меня есть канистра, я его заправил, после чего на ближайшей АЗС заправили в него полный бак. Вообще этим должны заниматься замы, ну ладно. Также задом красивенько паркую Урус на Владкаринской больнице. Ещё одна старая легенда, BMW E38, её тоже отправляем в ЛИЦБ. Я решил отметить, где находится парковка ЦЛСа, и как видите, до сих пор на заводе. Может кто не шарит, но Мерседес Бананы я парковал на разгрузке для дальнобойщиков, чтобы им было удобнее, но завод давно поменяли в обнове, а парковку я не менял. Зацените, как метка глубоко расположена в земле, что мы видим лишь её краешки, ну короче, парковку надо менять. По сути, игроки Бананы эти могли спавнить только в гараже, и то 100 тысяч бега на нём уже есть всё равно. Значит, Бананчик отправляется в Арзамас, туда же, где и Гелик, рядом паркуем, где нет зелёной зоны. Также выгружаю и загружаю первую F90 в нашем списке, она вроде стоковая, но видите её царский пробег. Я бы поставил на все старые тачки Sport Plus в дань уважения, но мы копим на Sport Plus на Лануэр, там 250 тысяч надо. Если помните, в Арз ЦБ у нас был только Dodge Ram, тачка с первого ранга, и она очень далеко сейчас запаркована. Зелёную зону сделали меньше сейчас, поэтому мы подкатили его и запарковали снова. Вторую F90 мы закатываем уже в Лыткаринскую ЦБ, отметил, где находится второй Банан, и там же под землёй на заводе. И думаю, 5 тачек для Лыт ЦБ наконец-то будет достаточно. Придётся удалить одно из старых объявлений и написать, что первые 8 тачек находятся в Арзе Лыт ЦБ. По итогам первого дня ещё мы держим топ, но волковы могут нас догнать. Если вы не играете со мной на Воронеже, то можете присоединяться, залетайте на сервачок, вводите слэш промо, активировать промокод, сюда хэштег крейт, и получайте топовые бонусы. В календаре я вот забрал только первую награду. А вообще, вот Тёма Сайенс уже в нашей семье чиназы, Семиль говорит ему дать замку, он будет за нас катать копты. Аккаунт у него развитый, имущеки много, так что выдают даже доступа на доступа, думаю, не сольёт он склад. Снова зашёл в игру, когда уже склад переполнен, меня замы вызвали, окей, слив склада от крейта активирован, плюс починю фуры в ТК, там работа тоже кипит, вот мы заняли 126 топ дня. Пробежался по авторынку, думаю, вдруг есть уже импалы, ну нету, до сих пор, блин, эксклюзивная тачка. По рейтингу семей мы всё ещё топ-1, но нам явно дышат в спину. Ладно, поучаствую немножко в коптах, я выдвигаюсь вместе с братвой на южный кон. Видите, да, что отбиваем мы южный кон здесь уже от волковых. Ну, собственно, нас было больше, мы их зачистили, а дальше идёт дефолтная погрузка ящиков. Перед этим берём семейный квест, помощь поднебесной, и начинаем грузить. Первый разгрузили и второй разгрузили, уже получили денежку и здесь репутации. Раньше до вышек завода, ферм только так добывали репутацию и фамы. Делик вроде загружен, я его открываю и поехали в горыль. Подъезжаем к ферме, здесь уже за неё идёт кап, нажали гудок и получили 41 репутацию. По нам вовсю палят с крыши, мы прячемся за бугор, я на телефоне себе настраиваю стрельбу. Быстренько запушили тех, кто сидел, и уже лидируем по очкам на ферме. Вроде было всё норм, но под конец с разных сторон разные фамы начали нас фасстреливать. Я на каких-то вообще несуществующих хп вилял, за мной гонялось человека три. Ну и тут по-любому мы просрали, нас схавали другие фамы. Крейт, тебе Эмиль насчёт замки писал. Да, это новый зам для каптов именно, чампан забирай. В транспортной компании уже 95 тысяч заказов, осталось 5к до 100 тысяч. Понятно, что много зависит от меня, надо хотя бы чистить ТК и вовремя чинить фуры, чтобы она не простаивала. Ну и, конечно, надо, чтобы много людей работало. В последний день сезона Эмиль договорился про биты у семей Сейнс Династии неожиданно. Я думал, они после продажи семьи поменяют бренд, но нет под тем же ником. Кенза это их новый лидер, у кого краш заново начинаем? Если у твоих краш, ты становишься в строй. Если у меня, я иду на замену. Только проблемка, что у их лидера ганварн. Кто не шарит, ганварн это когда сутки ты не можешь брать оружие после того, как отсидел за ДМ. Всё, Кенза мне говорит, пропиши условия. Мы играем 4 на 4, но главы семей не участвуют. На 5 тысяч репутации. Если рассинхрон или краш, одного убираем. Верно. По рейтингу мы на втором месте, Сейнс сейчас на третьем. Захожу на пикап регистрации. Здесь висит 2 стрелы. Мы соглашаемся на 5к репутации. Значит, запустилась битва семей, а нас почему-то 3, а не 4. Мы стоп 0 битву, потому что силы не равны. У них 3 стрелка, а у меня 2. Поэтому Эмиль предлагает убрать одного, чтобы было 2 на 2. И Сейнсы не соглашаются. Кенза отвечает, лучше дождёмся. Эмиль вахуй, я тоже вахуй. Хотя сам под фраб сказал, если один с чьей-то стороны потеряется, то уравниваются силы и продолжаем. Говорит, сейчас ничья будет и всё у нас было так. Капец, я ни разу с таким не сталкивался, но мы походу скипаем эту БС. Кстати, я Макан. Кто не помнит, в слэшчерите вводим. Да, это он закинул 305кк и мне пришлось его перебивать потом. В общем, со счётом 0-0 специально закончили БС. У нас объявилась ничья. Много людей уже забралось здесь. И чтоб лишние челы от нашей семьи не зарегались, я отбираю у печенек возможность битвы семей. Опять же, прописываем новый договор битвы семей. 4 на 4 главы не участвуют и если краш или рассинхрон, уравниваем силы. В этот раз всё в порядке. От нашей стороны 3 каптора плюс я встречаюсь с главой и у них в этот раз не хватает одного. Эмиль снова предлагает 2 на 2 и всё. Но Кенза отвечает, что не хотят. Как это не хотят? Сколько нам ещё надо будет скипнуть вот так БС по 10 минут? Говорят, фигня 2 на 2 смысла нету. Офигенная причина для отказа. Просто боятся на 2 на 2 выйти. Я клянусь, после этого БС общение закрываем. Понятно. Второй раз результат ничья. Лучшим игроком выставила рандомного кого-то типа. Не знаю точно можно ли так, но это не моя инициатива скипать БС. Короче, третий раз наконец-то запустились уже по нормальному и у них началась битва. Ну как битва. Те зажались на своём мосту, а наши начали их потихоньку пушить. Вот вся вам и тактика. Я с Кенза просто наблюдаю за процессом. Эти три Сайнса ужаты за мостом, отбиваются, а наши пытаются как-то сделать килл, но при этом не подставиться. И только на шестой минуте один из врагов вылетел на троих в поле, его завалили и наши отступили к себе. Соответственно, перехватили инициативу и Сайнсы уже пушат нас. И вот уже в обороне наши стрелки делают ещё больше киллов. Кенза не унывает, всё равно обнули не репы скоро. Ну а Чиназес выиграл битву со счётом 1-8, при том новый зам Чампан сделал 4 килла. Уважение и респект ему, хорошо, что Эмиль его подтянул. Фух, ребята, не зря в рейтинге семей вырвались на первое место, но конечно этого мало. Мы идём ещё играть уже на 4000 репутации. Я очень верю в своих ребят, начинается второй замес. Наши пытаются снова пушить, теряют хп, и чтоб не подставиться, сами друг друга добивают, чтоб киллы не зачислились в копилку. Гляньте какой опасный момент, Чапмен пушит врагов как бы сзади, но враги в него уже стреляют, и он против двоих. Да, килл не делает, но и сам смог удрать ноги, красава. Кенза тоже, видимо, подсказывает своим, чтоб добивали и килл случайно не принесли нам. Все умные, все друг друга добивают, потому что первый, кто делает килл, тот и выигрывает БС. Остаётся 3 минуты до конца, и в чате замечаю, как Эмиль сделал килл. Я думаю, они и сами понимают, что им надо перегруппироваться. Результат имеем, Саенсы все пошли в бой, начинают пушить, но им это не помогает. Раньше, кстати, не было такой осторожности, просто все друг друга летели, лупашились, там чисто скилл решал, но, увы, сейчас все умные стали, и только такие БС. Под конец стал свидетелем дуэльки, Эмиль победил, и всего-навсего за 10 минут было 3 килла с нашей стороны. Волковы нас уже ждут здесь, замы бесятся, вызывают на стрелку, но нам хватит. За две битвы семей мы отжали 9 тысяч репутаций, у нас теперь 37 900. Конечно, волковы, скорее всего, пойдут в БС, выиграют и, возможно, перегонят нас. Но наши замы собирают адский строй семьи Ченазы в гараже Горублевки. Опять же, долго мы приводим в чувство людей, которые не понимают приказов и команд. Однако, в целом, семья ожила на 250 человек больше, чем было раньше. Замы уже заранее подготовили машины для выезда на Канты, потому что будет неразбериха, все будут ехать. Вы представьте, мы расселись по машинам, и чекайте, сколько людей вываливается из гаража, тупо просто армия идет. Вот такие масштабные суетные движения мне по кайфу. Могу сказать, нелегко просто донести людям, что надо рассесться по машинам и поехать. Реально, не все понимают. Но мы выехали не кортежем, черти как, надеюсь, остальные не потеряются. Встречаемся возле магазина 24 на 7 Бусаева. Здесь у нас конкретный такой строй, большая колонна из машин. По тайму через 15 секунд начинаются вышки, всем флудим, что поехали. Поехали и понеслась Орда, нам надо залететь на Корякинскую вышку. Гляньте, как люди влетают на всей скорости. Тут, оказывается, уже дежурят пару челиков, а у меня нет ни Броника, ни Дегла. Я это в срочном порядке забираю с семьи. В такой толпе фрифайры стреляют по своим, ну, вроде всех. Выбили нереальное толпой количество. Рекорд, вроде как мы побили, 12 тысяч очков за 5 минут. Вышка принадлежит Чиназес. Чиназес. Теперь только проблема, как нам уехать отсюда, потому что в машины толком не сядешь. Они были закрыты и, короче, рассинхрон. Следующая была ферма. Как видите, мы ее тоже забрали. Не знаю, тут человек 30, наверное, поменьше уже, чем на вышке. Да, некоторые люди потерялись по дороге. Из-за того, что люди стали выходить из зоны, мы захватили ферму даже не с 10 тысячами очками. Но, тем не менее, забрали. Потом мы залетаем на контей, они еще активны, делаем загрузочку на слэшлоудфэмили и дальше ящичками грузим машины. Собственно, прошла ровно неделя, как я записываю это видео. Опять же, осталось 2 минуты до слета репутации. С волками договорился, чтобы они не помешали мне взять топ-1. Все равно и первым местом, и второму дают слот. Но мне важно, как для обновленной семьи Чиназес, забрать топ-1 для видосика. Красиво. Можем вести команду слэшревард. Здесь нас ждет 60 тысяч, и так всем игрокам нашей семьи. Самое приятное ждет в объявлениях, забрали топ-1. Выстроил своих замов в строй. Дорогие замы, хотите премию? Конечно, говорят, да, 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 да. Тогда загляните в слэшревард. Ну, шуточка оценена, все смеются. А так, по факту, конечно, я выдаю хорошие премики. Возможно, даже столько денег нет на складе, но постепенно наберется, и они свое заберут. Вся Фома пахала неделю, чтобы я снял такой замечательный ролик. Надеюсь, вы оцените этот видос лайком, подпишитесь на канал, если еще нет. И это последняя зимняя серия пути Крейта. Завтра уже уберут снег, добавят Блэк Пасс. В общем-то, услышимся, ребятушки. Пока-пока.